Вопрос о трудоустройстве. Вы там говорили, что наши люди работают в больнице. Значит, вопрос о трудоустройстве в больнице. Это возможно. Но для этого нужно иметь сертификат в профессии. Это что есть такая, что человек учился на это, так сказать. О том, что это его профессия, сертификат. И это довольно сложно. Но есть еще такая лазейка. Здесь можно получить такой сертификат, то есть получившись в полицарной школе. Есть такие школы для взрослых. Друзья, недавно я протестировал крутой сервис по переводу денег. Это PayUkraine. PayUkraine сейчас просто взорвал рынок своим курсом за быстрый перевод. И готов вернуть разницу тем, кто найдет предложение выгоднее, чем у них. Можно переводить с любой польской карты, с любого польского счета прямо на карту PrivatBank. Деньги доходят в среднем за несколько часов. PayUkraine дарит бесплатный перевод на любую сумму для новых клиентов. У себя на Facebook ребята поднимают актуальные темы для украинцев в Польше и пишут интересные статьи. А также у них проходят каждый месяц конкурсы. Например, сейчас есть розыгрыш нового смартфона. Я, по-моему, рассказывала об этом, наверное, вкратце. Я узнавала, как можно поучиться в этой школе. Первое условие – возраст не ограничен. Я, правда, не знаю, в 70 лет. Мне в этом году уже будет 70. Поэтому я не знаю, возьмут меня или нет. Но на всякий случай всю информацию собрала. И, кстати, там одно из таких, как это сказать, по-украински провидных специальностей – это вот как раз опекуны, опекунши. И что я узнала об этих полициональных школах? Кроме того, что туда принимают без экзаменов, что опекунки учатся полтора года, что форма обучения, три формы обучения. Первая – это дневная, вторая – это вечерняя, и третья – это выходного дня, то есть суббота и воскресенье. Что это бесплатно, что на опекунах принимают людей, у которых нет карты по быту, потому что на некоторые специальности принимают только в том случае, если есть карта, стала его по быту. Ну, я с этим не связана. А стала – это, значит, постоянное. Это не такая, допустим, как я получу. То есть это будет временно, это будет на два года всего. Вот. Что еще? Выдают сертификат. Если ты сдаешь экзамен, то что там есть такое понятие, как государственный экзамен. То есть человек может получить просто знание, получить, наверное, что-то типа справки. Я точно не узнавала о том, что он прошел, так сказать, курс обучения. А те, которые сдают экзамены государственные, получают сертификат, который позволяет им работать по всей Европе. Сейчас очень популярно работать опекунками в Германии. Тут даже, даже здесь полячки, польки, вернее, тоже ездят туда. Есть очень многие украинки, те, которые хотят перейти, допустим, на опекунскую работу, они тоже ездят у меня, знакомая туда ездила. Но съездила неудачно, потому что когда у нее пришло время ехать, ей не сказали в агентстве о том, что ее опекуемая находится в больнице. Она приехала, обнаружила, что опекуемая находится в больнице. Она походила к ней какое-то время в больницу. Она была старая и больная женщина, она умерла. И получилось, что моя знакомая осталась без работы. Это не просто в Польше, а это, бог знает где, где-то там в Германии чуть ли не под Швейцарем. Далеко, короче говоря. Но, тем не менее, тут есть агентства в Польше набирают, кстати, может, это кого-то будет интересовать. Я постараюсь узнать, и к следующему разу постараюсь узнать, потому что меня это не интересует, я в Германию не собираюсь ехать. Поэтому, если кого-то заинтересует, я постараюсь узнать телефоны этих агентств, которые набирают именно украинок из Польши, которые здесь в Польше работают, и украинок из Украины, которые там еще в Украине находятся, набирают вот такую работу. Я только знаю, что эта работа не постоянная. Она то ли два, то ли три месяца, а потом новая, новая, новая. Вот такая у них форма работы. То есть я работаю постоянно здесь. Меня только заменяет на время, когда мне подходят отпуски, я уезжаю домой, на Украину, подходит время, то меня заменяют. Могут заменить, но в данном случае предпочитают не заменять. Мой пан Казимош очень привык уже, ко мне и я привыкла. У нас уже выработался какой-то свой график, какого-то своего расписания, какие-то свои отношения и так дальше. И поэтому его дочь будет просто забирать его к себе. Она это время к себе домой будет забирать. Что еще по поводу... Да, так вот эти полицейские школы. Это очень хорошая вещь. Я считаю, что это стоит того, чтобы приезжать, поступать и получать уже... Тогда этот сертификат даст возможность работать и в больнице. Вот они здесь очень разные. Есть обычные, есть такие дорогие, есть частные и так дальше, и так дальше. А так я не знаю, честно говоря, можно ли просто приехать и устроиться в больнице. Был какой-то такой странный агент, мне давали его телефоны, я его спрашивала. Он мне сказал, да, есть такие места, но я сейчас не могу, я сейчас не могу, я совсем другой работой. Позвоните мне через неделю. Через неделю я позвонила, а он мне сказал, ну это еще я просто... Люди звонили, мне писали, и я как бы пыталась чем-то помочь, что-то найти. Когда я ему позвонила через неделю, он сказал, нет, работы такой нет в больнице. И опекунская работа у нее пока тоже нет. Да, и для поступления в эту полицеальную школу нужен только чисто зрелости. То есть витейство об окончании среднего образования именно школой. Потому что у меня, например, есть среднее, но среднее специальное образование. То есть я после восьми классов, я поступала учиться в музыкальное училище. Да, и после уже таким образом я там получила общее среднее образование. Но это не годится. Ну, именно. Или доказать, что вот в данном случае новое учебное заведение, оно действительно дает общее среднее образование. Вот это такие тонкости, которые при желании можно узнать. Сейчас очень много, на Ютьюбе очень много о Польше говорится, там и о полициональных школах есть. Да, в принципе, сейчас нетрудно зайти через интернет, через тот же Ютьюб, зайти и узнать, через Гугл вернее, зайти и узнать о том, какая школа, какие условия. Даже назовут школу. Я там знаю название Косимус, например, у нас есть школа, которая называется Косимус. Но есть еще не одна у нас. В больших городах там больше специальностей. Очень популярные специальности IT. Ну, это для молодежи в основном, конечно, уже. Люди 60 плюс и 70 минус. Они уже вряд ли пойдут. Я еще подскажу, что можно заходить через браузер. Я сейчас достал Chrome. И прям он же этот Chrome может переводить. С польского на русский, на украинский. Да, ну, на все языки. Я в полициональных школах читала не только на польском языке, читала и на украинском, и на русском, по-моему. Мы уже не помним. Ну, на нашем, пусть он говорит, на родном. Читала и там... Есть уже, есть. Потому что много людей едет. Очень много людей едет. И чем дальше, тем больше всякой информации, любой информации. И по поводу этого, и по поводу... Очень много информации сейчас появилось по поводу оформления, допустим, воеводских виз. Или в особенности вот карты по быту. Вот эти карты по быту. То есть это как бы видно жительству. Вот. Тоже очень много информации появилось, потому что раньше ее было значительно меньше. Ну, и раньше как-то быстрее давали. Здесь это было... Скорее сейчас только народу, что долго полгода. Вот полгода ровно этот процесс у меня длился. Ну, единственное, что мне повезло, что мне не приходилось самой туда ходить, в этот ужон, как они называют. Вот. Не приходилось туда, в этот отдел по делам чужеземцев. Вот. Вот. Потому что это все делала одна из дочерей моего, в магазине Мэжа. Вот. И она только два раза меня привозила, чтобы показать, что вот она, вот ее паспорт, а вот она сама. Ну, это все остальное она делала сама. Вот. А когда самому приходится это делать, это очень, очень сложно и очень... Ну, может быть, что-то будет улучшаться со временем. Потому что поляки все-таки заинтересованы в том, что мы к ним приезжали. И понятно почему. Хорошо, спасибо. Уже вот так вы много рассказали. Тут даже целых полчаса получилось. Наверное, на два видео разделим. Там информации много. Спасибо, что рассказали. Ну, пожалуйста. Если будут какие-то темы интересующие, там, допустим, о том же транспорте, довольно широкая тема. Я смотрела очень многие... А меня спрашивали, когда девочки писали, мне, да, они спрашивали о том, как-то, допустим, с продуктами. Так что, если будут какие-то такие интересные темы, пожалуйста, они просто с удовольствием поделюсь. Хорошо, спасибо. Давай, привет нам. Спасибо, передам. До свидания.